МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральные улицы от Советской до Ворошилова, Красных партизан, частично Российская. Проезд Мишина, Джона Рида. То есть такой вот островок в центре города. После объединения города с районом территория, за которую ответственно расширилась? Нет. Нет, нет, нет. Это очень-очень хорошо, потому что, конечно, по отзывам других депутатов, когда они раньше были в городе, сейчас им дали частично район. Район находится, если по дорогам, в десятка километров, поэтому достаточно сложно. Объездить, со всеми переговорить. У меня в этом смысле хорошо. Все по-старому. То есть проблемных вопросов не добавилось в этом году? Проблемные вопросы не всегда есть, они всегда существуют. И, наверное, предвкушая ваши вопросы по поводу благоустройства и всего остального, хочу сказать, что уже прошло практически с 15-го года 5 лет. И активное благоустройство началось у нас, наверное, примерно с года 16-го. И вот первые детские площадки, первые спортивные площадки были смонтированы и введены в эксплуатацию именно в это время. Как вы понимаете, прошло уже 4 года, и, соответственно, ничего вечного нет, поэтому они уже начинают где-то ломаться, где-то какие-то недочеты. Поэтому активно начинают уже звонить и по этим вопросам тоже. То есть снова хотят жители каких-то перемен? Ну, мы живем, жизнь идет, все циклично, что-то строится, что-то ломается, что-то изнашивается. Поэтому я думаю, это нормально. Вот. И мы должны быть к этому готовы. Ну, ваш округ достаточно благоустроен. Вот нужно отдать должное. Я помню, мы с вами встречались несколько раз и во дворах домов, да. И на тот момент поговорили, что все-таки вопросы благоустройства были в приоритете. Сейчас что вышло на передний план? Ну, смотрите, люди в любом случае хотят жить в благоустроенном месте, да. Хотят выходить, видеть красивые виды, чтобы было куда сходить. И да, в предыдущие года сделано, в принципе, большой, даже, я сказал, огромный шаг, да, по сравнению с другим временем, что было раньше. Мы многое что сделали, многое что благоустроили, многое что ввели в эксплуатацию. Есть еще определенные штрихи, где необходимо сделать. Может быть, где-то сделали, ну, скажем, хотелось бы лучше, но вот получилось, наверное, в рамках проекта. Некоторые вещи, они могут дорабатываться в процессе, да и они дорабатываются в процессе. Но если они недоработаны, все-таки мы стараемся за этим следить. И вот это, то, что недоработаны, стараемся как-то сгладить и как-то выполнить те наказы, касаемые этих вещей. А какие наказы были в этом году? Так называемый план действий. Благоустройство, ну, не все, конечно, нельзя сказать, что все. Опять же, вернусь к тому, что потихонечку, мне кажется, надо все это потом будет опять восстанавливать, что-то где-то ломается, что-то где-то изнашивается. А так, в планах благоустройства у меня сейчас на первом месте, наверное, это объекты образования. Четыре детских сада. Тридцатый родничок, двадцать шестой солнышко, двадцать девятый пчелка и шестнадцатый малышок. В принципе, у родничка сейчас вроде бы все хорошо. В том году сделали асфальт, то есть территория ухожена, все замечательно. Ну, может быть, есть какие-то нюансы, но это виднее, наверное, заведующий. Что касаемо вот этих трех остальных, это двадцать шестой, двадцать девятый и шестнадцатый, там все-таки есть проблемы с асфальтовым покрытием. К Юлию Олеговне обращался, то есть по поводу асфальтирования. Вернее, даже до асфальтирования, потому что частично эта территория была заасфальтирована в пятнадцатом году, как бы, и где-то половина, может, где-то больше, где-то меньше осталась все-таки не в очень хорошем состоянии. Вот поэтому это приоритет. Вроде бы как планировали на этот год, в этом году не получилось, к сожалению. Будем стараться сделать это на следующий год. Как встречаетесь с избирателями и вообще есть ли необходимость встречаться на регулярной основе? Ну, в основном, я люблю живое общение, поэтому я по звонку, либо так прогуливаясь по округу, встречаю людей, спрашиваю их мнение, они мне говорят свое, где что-то надо сделать, где, может быть, какие-то хвалебные отзывы о том, как хорошо сделали. Поэтому живое общение, это, мне кажется, залог всего. Соцсети, конечно, хорошо, мы черпаем из них информацию, то есть берем ее на заметку. Это обязательно, потому что сейчас, мне кажется, 21 век, и 21 век без информационных систем, сетей и так далее, это невозможно. Поэтому надо развивать такой способ общения. И все-таки живое, соцсети, личные приемы граждан, то есть тоже большое количество приходит народу, мы обсуждаем. Если что-то не могу, какой-то план действия разрабатываем, может быть, что-то советую. Ну, как бы, работаем. Работаем в этом направлении, ну и вроде бы в большей степени результат есть. Не только на моем округе, да, хочу сказать, но и, в принципе, во всем городе. Результат есть, администрация молодцы, работают не прокладая рук. Очень много молодых людей. И в этом смысле мы движемся в правильном направлении, и я думаю, все будет сделано успешно. А отметьте, вот что вы для себя считаете приоритетным вот в переменах города? Самые масштабные, самые правильные перемены. Можно я отвечу словами, наверное, людей, которые приезжали ко мне в гости, мои родственники из других городов? Я говорю, Андрей, это наш город, это твой город, это Серпухов? Я говорю, да, ну, колоссальные изменения во всем, в облике. Ну, как говорится, встречают по одежке. А где гуляете? Что показываете родственникам? О, мне кажется, сейчас очень много мест, где можно погулять, да, начиная даже уже при вокзальной площади, где там сейчас, скажем так, точка соприкосновения масс, да, народ гуляет, даже спортом занимается. Как-то видел, что там и на прыгалках прыгают, это Принарский парк, в агломерацию которого входит наш монастырь. Вот тоже величайшее строение, тоже место силы, поэтому я вот в прошлый раз с вами мы беседовали, я это подметил и сейчас тоже, потому что люди приезжают вот непосредственно туда, и от этого просто получают дикое удовольствие. Вот сейчас сделается у нас около восьмой медсанчасти пруд, да, я думаю, сделают его замечательно. Потому что как делают, я периодически езжу, останавливаюсь ради интереса, просто смотрю, как технологии, все делают капитально, вот надеюсь, что как бы не подведут и будет все по высшему разряду. Потом, мне кажется, сейчас в каждом микрорайоне города есть такие места, места притяжения, причем они практически все уже благоустроены, ну, выделять из лучшего лучшее, но не хочется, поэтому очень много мест, все делается, и мы делаем, работаем с душой для людей. И я думаю, и губернатор Московской области, да, и правительство Московской области развивают наш регион достаточно серьезно. Тоже огромное им спасибо. Андрей, какой способ связи с вами выбирают избиратели? Это официальные письма, либо у вас уже такой уровень доверия, что достаточно одного звонка, и они знают, что депутат поможет? В основном, да, в основном мы созваниваемся, либо они приходят на прием граждан, вот, даже в некоторых случаях я сам прошу, напишите на меня письмо, чтобы у меня была официальная какая-то бумажка, чтобы я обратился в администрацию, как бы и на него, на это письмо отреагировали, чтобы инициатива была не от меня, а от граждан. И опять же, то есть я-то много что вижу, да, и я как бы подмечаю много что, и обращаюсь по этим вопросам, но опять же, самая главная инициатива, это инициатива граждан. То есть пускай люди будут сами причастны к этому, не я там, никто, не администрация, а люди. То есть они, это, во-первых, их будет греть, да, что они обратились, и это сделали. Это здорово. Как вас найти тем, кто никогда еще не обращался, не связывался с вами? В соцсетях, у меня открытые странички, в принципе, во всех соцсетях они есть, поэтому можете написать, обязательно отвечу, либо приходите на приемы. Здание первой школы, первая и третья среда месяца. Андрей, как по-вашему, насколько широки полномочия депутата вот в современных условиях, в условиях нашего городского округа, вот ваше личное восприятие? Мы обычные люди. Фактически мы обычные люди, мы просто представляем вот свой округ в администрации, да, то есть полномочия у нас, да, есть, но они не безграничны, да, то есть в любом случае у нас есть бюджет, и за рамки бюджета мы не можем никак вылезти. Есть какие-то дотации с области, то есть это очень хорошо, когда они есть, из-за этого фактически идет скачок в развитии. Поэтому мы работаем в рамках своих компетенций, и, ну, они... Но их достаточно для решения тех проблем, вот, с которыми обращаются люди? Или вы чувствуете где-то, что... Ну, где-то что-то, да, где-то что-то бывает, но если у нас недостаточно компетенции, мы стараемся обратиться в нашу администрацию. Вот, и администрация уже в рамках своей компетенции какие-то вопросы решает. Какие-то вопросы, может быть, невозможно решить, ну, потому что этих просто невозможно решить. То есть либо законодательные основы нет для этого, либо какие-то другие. Либо это, допустим, решается на уровень выше, допустим, в области, либо уже еще выше. Часто приходится отказывать людям в чем-то? Знаете как, в основном не отказываем, по крайней мере, стараемся найти какие-то пути решения. Либо пытаемся предложить какую-то альтернативу, да, чего-либо. Ну, то есть не привязываясь к какому-то определенному действию, ну, грубо говоря, что-то можно заменить чем-то. Вот стараемся так делать. Если что-то не получается, но опять же, как, мы не можем сказать, что вот так вот нельзя и все, да. Ну, может быть, стоит чуть-чуть подождать, да, может быть, что-то изменится. Давайте, как бы, возьмем паузу. То есть, и в основном такие вопросы, они, как бы, решаются. То есть, человек взял паузу, что-то в его жизни поменялось, что-то как-то случилось, и вроде бы все хорошо. То есть, фактически, нерешаемых проблем нет? Наверное, мы в силах, как бы, какие-то вопросы решить. Опять же, в нашей компетенции, которая... Да и вообще, в принципе, человек может постараться решить вопросы, там, не связанные, пускай, со здоровьем, да, дай бог всем здоровья, вот, самостоятельно, либо, как бы, вот, с помощью друзей, родственников и власти. Есть список конкретных дел на следующий год? Да, да, вот в этом году один двор у меня благоустраивается, он небольшой. Вот там несколько домов, такие трехэтажные. Это советская 43 и советская 41-12. Сейчас там поменяли асфальт, сделали разуклонку, ну, то есть, чтобы вода уходила. Будем надеяться, что топить не будет. Установили, соответственно, малоархитектурный форум в виде спортивной площадки. Это воркаут. И качали детских. В связи с тем, что люди, как бы, многое не просили, то есть, не сказали, нам вот этого будет достаточно, и двор не самый большой, поэтому, как бы, вот, остановились на таком варианте. Потом произвели благоустройство вместо скопления и вывоза ТБО, то есть, мусорные баки. Как бы, вот, это в этом году. Вот, в следующем году у меня, по большому счету, есть еще один двор. И очень такой кричащий вопрос, это проведение уличного освещения к детскому саду номер 29 Пчелка. Вы уже озвучивали этот вопрос? Я уже озвучивал, в этом году должны были сделать, прошло голосование на Доброделе, то есть, мы, как бы, были в лидерах по голосованию, но сложилось так, я так понимаю, пандемию, вот эту программу немного приостановили. Программа «Светлый город», она областная. Надеюсь, что в следующем году она, как бы, возобновит свою работу и сделает. А подъезд, это, фактически, межквартальный проезд между улицей Советская и Ворошилова, и как раз он, ну, подводит как автомобили, так и пешеходные массы к 29-му детскому саду. То есть, если летом все хорошо, то зимой, конечно, там очень-очень темно, и я буду надеяться и опять просить, чтобы все это сделали. Есть еще моменты по уличному освещению, это на улице Красных партизан, также должны были мы сделать в этом году, но, к сожалению, вот опять программа чуть-чуть у нас корректировалась, скажем так. Мы не отчаиваемся и уверен, что рано или поздно, лучше, конечно, рано, чтобы вот это все сделали. Успехов Вам в работе, Андрей. Спасибо за сегодняшнее интервью и обязательно, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Спасибо Вам большое, что пригласили. Очень рад прийти, приглашайте на следующий год или в следующий раз. Обязательно. А Вам успехов, чтобы каждый визит к Вам, любого депутата, приносил только пользу, и чтобы все вопросы и проблемы, озвученные здесь, решались. А я напоминаю, что Вы смотрели программу «Слово депутата». У нас в студии был Андрей Шаранов, депутат по 15-му избирательному округу. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...